Здрась! Как же я обожаю, когда DIY-щики из простого делают сложное. Сегодня поговорим про завязывание проволочки. Вы никогда не думали над тем, как сложно завязывать проволочку? Сегодня поговорим про устройства, которые облегчают эту непосильную задачу. Специально для вас я приготовил аж 4 способа, как завязывать проволочку, и пойдем от легкого к сложному. Ты закручиваешь пассатижами проволоку, и она у тебя ломается у основания? И для этого ты изобрел вот это? Может быть у тебя руки из жопы? Ты, блять, времени тратишь, сука, на то, чтобы заправить ебаную проволочку в болт больше, чем я трачу на то, чтобы взять пассатижи в руки. Это, блять, для кого рассчитано? Сука, этот самый, блять, тупой DIY, который я в жизни видел. Видимо, не самый тупой. Ладно, хуй с ним, давайте попробуем. Может быть я не прав. Я нашел подходящий болт. Класс прочности 5,5. Все как по инструкции. Так, что там нам еще понадобится? А, шуруповерт. Сейчас. Шуруповерт. Болтик. Сука, не влазит. Надо нести кое-какие коррективы, исходя из моего шуруповерта. Но на производительность конструкции это никак не повлияет. Время испытать. Так, берем две дощечки, проволочку. Все как по инструкции показано. Сворачиваем. Что-то там куда-то. Вот так вот где-то, да, наверное, длинновато. Немножко надо укоротить. Укорачиваем. Так. Теперь берем наше нанотехнологичное устройство. И ебемся, попадаем в дырки. Да, 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 я знаю, что дырка в жопе. Но в нашем случае дырка и здесь. Ну что, давайте попробуем. Не понял. Так, еще раз. Нет, ну, наверное, проволочка коротковата. Давайте возьмем подлиннее. Так, проволочка подлиннее. Берем наше наноустройство. Так, правильно? Правильно. Честно признаться, я пассатижами красивее закручу. Я начинаю понимать, почему все DIY-щики анонимны. Вы видите только их шаловливые ручонки. Потому что если лицо показать, можно по этому лицу потом получить за эти DIY. Ей-богу. Следующая разработка Сколково. То есть ты хочешь сказать, что я должен испортить нормальную отвертку, чтобы завязать проволочку? Мой старик-отец, прежде чем покинуть этот говеный мир, учил меня одному приему. Для приема понадобится любой пруток, похожий на вот этот. Саморез, гвоздь или прочая хуйня. А теперь, внимание, фокус. Складываем проволочку вдвое. Берем наш предмет, просовываем в петельку. И, блядь, закручиваем. Вы не поверите? Закручиваем. Возникает целесообразный вопрос. Нахуя портить инструмент? Тебе что, сука, его девать некуда, блядь? Если его тебе девать некуда, так подари нуждающимся. Нахуя людей вводить в заблуждение? Тебе заняться нечем? Иди лежи себе яйца. Следующая разработка Сколково. Продолжение следует... Поздравляю тебя! Ты только что похерил хороший инструмент ради нихуя. Последняя разработка Сколково в сегодняшнем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устройство позиционируется как инструмент, облегчающий деятельность в случае массового завязывания проволочек. Но я хочу внести кое-какую ясность в один маленький момент в этом видео. И вот какой. Обратите внимание на то, что проволочка уже завязана до этого изначально. На это нужно было тоже потратить время. Вопрос. Нахуя? То есть, следовательно, ты ебал себе голову для того, чтобы изобрести это бесполезное говно, для того, чтобы для этого бесполезного говна плести колечки, которые потом этим бесполезным говном эти колечки закручивать. Правильно? То есть так у тебя получается быстрее. Я все правильно понимаю? Гораздо быстрее, чем плести обычными пассатижами в случае, если ты не похерил диайваем. Да? В который раз испытания показали, что сегодняшний диайвай такое же нефункциональное дерьмо, как и диайвай из предыдущего выпуска. И если у тебя есть пассатижи с кусачками, и ты не такая амеба, как те диайвайщики, которые их снимают, то, я думаю, ты справишься с этой непосильной задачей. Присылайте свои диайвайы нам в комментариях, мы обязательно проверим их на прочность. Всем до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok